С самых простых с вами и начнем. Это совсем простая вещь, поэтому мы ее довольно быстро рассмотрим. Это вы все знаете, тем более, что у вас и задача такая. Вот решаем простейшую задачу на отрезке от нуля до единицы для уравнения параболического типа. Вводим равномерные сетки. Тут мне, собственно, надо обратить ваше внимание не столько на вот эту задачу, только какие мы вводим обозначения. Вот так надо описывать сетку по h, вот так надо описывать сетку по t, вот так надо записывать как теоретика множественного произведения двух одномерных сеток двумерную сетку. xn, t, s принадлежит области d чертой, область d чертой – это прямоугольник со сторонами единичкой t большое. Вот эти обозначения я прошу обязательно помнить и обязательно применять. Дальше, естественно, вопрос с шаблонами. Ну, вы, наверное, все знаете, что есть явные и есть неявные схемы. Если в схеме значение на последующем слое вычисляется по явным формулам, то такие схемы называются явными. Но под шаблоном обычно понимается множество узлов, на которых записывается оператор. Вот шаблон явной схемы, четвероточечный шаблон явной схемы. По значениям на слое s вычисляется значение на слое s плюс 1, или по значениям на слое t в нашем случае вычисляется значение на слое t плюс tau. Я еще хотел обратить ваше внимание на вот такие обозначения. Вот оператор нашей той задачи, там dO по dt равняется d2O по dx квадрат, мы обозначим через LH tau с нуликом w. Но почему с нуликом? Потому что вот этот оператор, здесь записанный, я его не буду зачитывать. Это, в общем, правая разностная производная по t и вторая разностная производная по x, которая отнесена к слою t. Вот это и есть оператор, который соответствует вот этому шаблону, который соответствует явной схеме. Дальше давайте еще договоримся вот о каких обозначениях, которые упростят нашу жизнь в дальнейшем. w просто – это w в точке x, t, w с крышечкой – это w на последующем слое, то есть в точке x, t плюс tau. Таким образом, правая разностная производная w по t, w по t – это уже производная разностная имеется в виду, это и есть w с крышечкой минус w, деленная на tau. А вот вторая разностная производная по x, ну, она обозначается обычно как wx с чертой x, то есть x левая, x правая. Почему? Потому что если мы распишем вот левую производную в точке x и правую производную в точке x, то если мы возьмем их разность и поделим на h, мы как раз получим вторую разностную производную. Вот все, что надо знать о явных схемах, это, в общем, совсем несложные вещи. Теперь вот это два шаблона. Это шаблоны для неявных схем. Вот шаблон, который слева, шаблон в виде буквы t, тоже четырехточный, он отличается от шаблона, который был на предыдущем слайде, только тем, что вторая производная по x разностная отнесена уже к слою t плюс tau, поэтому здесь стоит w с крышечкой, значит, wt минус w с крышечкой, x левая, x правая. Значит, вот этот оператор, который соответствует вот такому шаблону, мы обозначаем l1 h tau w, а если мы возьмем вот этот шеститочный шаблон, который обычно называют ящиком, то он включает три узла на слое t и три узла на слое t плюс tau, и он с помощью веса сигма, вот в таком весовом виде, может быть записан как l h tau сигма w, wt минус скобка сигма, w с крышечкой x левая, x правая, плюс единица минус сигма, w x левая, x правая. Ну, естественно, если у нас сигма равняется нулю, мы получаем шаблон l h tau 0 для явной схемы, если сигма равняется единице, мы получаем шаблон для неявной схемы, что соответствует оператору l h tau 1. Ну, дальше, как вы знаете, один из основных вопросов – это определить погрешность нашего решения. Техника здесь очень простая, хотя ее надо делать аккуратно. Вот если вы аккуратно будете проводить разложение в ряд Тейлора, то тогда вы можете написать и доказать, что правая разностная производная по t w t будет равна d w по dt x t. Вот это вот разностная производная, а d w по dt – это дифференциальная производная. Плюс tau пополам, d 2 w по dx в квадрате x t, плюс o большое от tau в квадрате. То есть вот это вот погрешность аппроксимации. Вот со второй разностной производной по x дело обстоит несколько сложнее, все-таки вторая производная. Но если раскладывать тоже в ряд Тейлора, то мы получим d 2 w dx в квадрате x t, плюс h квадрат на 12, d 4 w по dx в четвертой степени x t, плюс o большой от tau в четвертой степени. Значит, если мы ограничимся только вот этим членом, у нас будет погрешность o большой от tau в квадрате, если добавим еще вот этот член, будет o большой от tau в четвертой степени. Так, в общем, делают довольно часто. Теперь, вот я сказал, это всего лишь просто разложить в ряд Тейлора, но опыт общения с вами показывает, что вот это просто не всегда оказывается для вас просто. Поэтому я решил пойти вам навстречу и вот все это дело расписать. Но я не буду это все зачитывать, потому что вам просто взять и посмотреть надо будет после того, как я вывешу это в интернет. Но я думаю, где-то через недельку я это дело вывешу. Тут вот аккуратненько все сделано и получены соответствующие две последние формулы на предыдущем слайде. Ну, а дальше, если мы вспомним, что такое погрешность аппроксимации, дифференциальное уравнение, уравнение в разностном, то мы вот как раз с вами получаем, что W0, это погрешность аппроксимации разностным оператором L, H, tau, 0, W, нашего дифференциального оператора L, будет иметь вид O большое от H в квадрате плюс tau. Погрешность аппроксимации для неявной схемы будет равна O большое от H в квадрат плюс tau. Вот если мы возьмем схему с весами, это вот шаблон типа ящик, и положим там σ равно 0,5, то тогда мы получим симметричную схему, и она интересна тем, что она имеет повышенный порядок аппроксимации по tau. Здесь будет tau в квадрате, а здесь вот видите tau в первой степени. Но тут есть одна тонкость, но при этом, при этом, вот этот оператор L, W, X надо отнести, ну, как говорят, дробному слою, t плюс tau пополам. Вот если относить вот к этому слою, то тогда погрешность будет иметь второй порядок. Ну, а это вот погрешность аппроксимации, они обозначены через ψ. Теперь нам нужно добавить к разностному уравнению разностное начальное граничное условие, и мы тогда получим разностную начальную краевую задачу, разностную схему, то есть система линейных алгебраических уравнений, зависящих от параметра, как мы с вами определили. Вот мы построили с вами разностную краевую задачу. Я вам говорил, что система обозначения школы Самарского, она настолько хороша, что вот та вот задача, которая обычно записывается в виде всяких дробей, когда эти все производные записывают, она записывается очень и очень компактно. Причем здесь у нас упакована и чисто явная схема, чисто неявная схема, и схема с весами, и схема симметричная, если сигма равно 0,5. Ну вот аппроксимации у нас будут такие, о которых мы с вами говорили, потому что в данном случае у нас только начальные условия и простейшие граничные условия Дерехле. Если были условия Неймана, там бы возникли проблемы, потому что там бы появились первые производные, первые производные аппроксимируются с первым порядком по H, а уравнение у нас аппроксимируется со вторым порядком по H. Ну вот там нужно было что-то делать. Ну, если кому-то это интересно, берите книжку «Теория разностных схем» Самарского, там это все написано. Дальше, ну вот давайте еще раз это просто сформулируем. Схема называется явной, если сигма равно 0, а если сигма не равна 0, то схема называется неявной. При сигма равном 1, это чисто неявная схема. Все это я вам говорил, это очень-очень простые вещи. Хотя, как показывает практика, да, ну вот, чтобы вам получить соответствующие погрешности аппроксимации, уже на слое Т плюс Тау пополам, вот нужно проделать эти выкладки. Видите, они довольно такие плотненькие, я их зачитывать не буду, вы их посмотрите. Явную схему можно записать, ну, в самом что ни на есть явном виде. Вот явная схема записана так, что значение на слое С плюс 1 в узле Н записывается через значение на слое С в узлах Н минус 1, Н и Н плюс 1. Это как раз вот такой вот шаблон, который был на предыдущих слайдах. А вот чисто неявная схема, когда сигма равно единице, она записывается следующим образом. Тут уже нет явного выражения значения на слое С плюс 1 через значение на слое С, потому что значение на слое С плюс 1 рассматривается не в одной точке Н, а в трех точках Н минус 1, Н и Н плюс 1. Поэтому, по существу, мы имеем систему линейных алгебраических уравнений, причем эта система для так называемого трехточечного уравнения, и она характерна тем, что матрица этой системы является трехдиагональной. Для обращения этой матрицы есть экономичный метод, метод прогонки, о котором мы поговорим чуть позже. Теперь вот очень интересная, важная и, в общем-то, простая теорема, из которой можно получить это очень много полезных следствий. Для устойчивости нашей разностной схемы 24 и 26 достаточно, не необходима, но достаточно, чтобы существовали такие независящие от Аши Тау, постоянные С1 больше равно 0, и С2 строго больше 0, при которых имеет место оценка. Норма У на слое С плюс 1 меньше равна, чем 1 плюс С1 Тау норма У на слое С плюс С2 Тау, норма Фи. Значит, вот здесь введены нормы, ну, так называемые равномерно или чебышевские нормы. Значит, что такое норма У? Ну, здесь она выступает как норма Фи. Это максимум по всем точкам Х и точкам Т, ну, то есть по всем узлам на слое и по всем слоям, модуля YNS. А вот норма YS – это норма на с-том слое. То есть это максимум по всем узлам, предлежащим слою С. Ну, берется от модуля YNS. Теорема доказывается очень просто, ну, просто таким рекурсивным методом. Значит, вот та оценка, которая заявлена в нашей теореме, вот она. Значит, вот здесь фигурирует YS плюс 1. Значит, мы можем вот YS плюс 1 оценить по этой же самой оценке, но положив вместо С, С минус 1. И здесь будет С, здесь будет С минус 1. Таким образом, мы получим с вами вот какое выражение. Единица плюс С1 Тау, фигурная скобка, единица плюс С1 Тау, норма YS минус 1, плюс С2 Тау, норма Фи. Так вот эта вот скобка фигурная закрылась, умножается на единицу плюс С1 Тау, и еще в одиночестве стоит плюс С2 Тау, норма на Фи. Значит, мы умножаем единицу плюс С1 Тау на фигурную скобку, и в результате получаем следующее, что это равняется единице плюс С1 Тау в квадрате, вот перемножаем эти две скобочки, норма YS минус 1, плюс С2 Тау, норма Фи. Но мы здесь просто выносим С2 Тау за скобку, а тут еще имейте в виду умножается на единицу плюс С1 Тау, вот это вот. Поэтому получается С2 Тау, норма Фи, фигурная скобка, единица плюс единица плюс С1 Тау. Ну и дальше, вот мы можем такой рекурсивный процесс продолжать. Если мы сделаем С шагов, то мы получим, что это меньше равно единице плюс С1 Тау в степени С плюс 1, норма Y0, плюс С2 Тау, норма Фи. И вот в фигурной скобке будет стоять сумма единица плюс единица плюс С1 Тау, плюс и так далее, плюс единица плюс С1 Тау в степени С. Значит, дальше происходит следующее. Ну, это легко запомнить. Видите, 2 плюс С минус 1, это будет С плюс 1, С плюс 1 плюс 0, будет С плюс 1. Вот так обычно проверяют индексы во всяких таких оценочных неравенствах. Ну, а теперь мы можем написать, что если С меньше равно чем М, то это будет меньше, чем единица плюс С1 Тау в степени уже М плюс 1. Ну, и в конце концов мы вспомним, что Y0 это начальное наше значение, U0. А дальше мы сделаем следующее. Значит, вот у нас здесь стоит в этой фигурной скобке М плюс 1 член, и мы замажорируем, взяв максимальное значение. А максимальное значение будет 1 плюс С1 Тау в степени С. Но поскольку С у нас меньше равно М, мы еще более замажорируем, взяв вместо С М, мы получим вот такую вот оценку. Я повторяю, это чисто рекурсивная алгебра. Здесь никаких особых рассуждений нет. После того, как это мы получили, мы можем поступить следующим образом. Если если на меня сдвинется, то поступим. Сейчас сдвинется. Вот. Значит, ну, так как если у нас М малое меньше равно, чем М большое, тогда, естественно, 1 плюс С1 Тау в степени М меньше равно, чем 1 плюс С1 Тау в степени М большое. А дальше второй замечательный предел работает. 1 плюс С1 Тау в степени М это меньше равно, чем Е в степени С1 Тау М. А дальше остается вспомнить, что Тау умножить на М, это есть Т большое, потому что у нас количество узлов по времени равно m большому, поэтому tau на m равно как раз t большому. Зачем это нам нужно? Нам нужно для того, чтобы получить константы, которые не зависят от параметров нашей сетки, то есть от ее шагов. Теперь мы можем положить в качестве m1 e в степени c1 t большое, как видите, не зависит ни от tau, ну в данном случае от tau. m2 положить c2 на t на m1, и в результате мы получаем из той оценки, которая была заявлена в формулировке нашей теоремы, оценку норма y меньше равна m1, норма u0 плюс m2 норма φ. Ну это вот такая приорная оценка, она является для линейной схемы определением устойчивости. Значит, поскольку получается из оценки заявленной формулировки нашей теоремы определение устойчивости, стало быть, это действительно достаточное условие устойчивости. Достаточное условие. Они вообще-то не необходимы. А вот теперь давайте, опираясь на эту простенькую теоремку, рассмотрим устойчивость чисто неявной схемы. Значит, σ равна единице. Тогда мы можем записать все так. Вот y n s плюс 1 расположим слева, как для явной схемы. А вот целый тут конгломерат 2 y n s плюс 1 минус y n плюс 1 s плюс 1 минус y n минус 1 s плюс 1 перенесем в другую часть. И кроме того еще введем величину гамма. Гамма это очень характерная величина, это та, уделенная наш квадрат. А дальше мы будем рассуждать вот таким образом, тут что надо знать, как это делать, и тут на это обратите внимание. Значит, вот мы будем оценивать вот выражение в этих фигурных скобках. Для этого мы предположим, что максимум y n s плюс 1 по всем n достигается в узле К0. Тогда y s плюс 1 К0 будет больше равно, чем y n s плюс 1. Значит, если мы выражение в фигурных скобках рассмотрим в узле К0, то будет так, 2y к 0 s плюс 1 минус y к 0 плюс 1 s плюс 1 минус y к 0 минус 1 s плюс 1 больше равно 0. Почему? Потому что вот этот y к 0 плюс 1 s плюс 1 не превышает y к 0 s плюс 1. И этот y к 0 минус 1 s плюс 1 не превышает y к 0 s плюс 1, потому что в узле К0 достигается максимум. Отсюда мы получаем, что урожение, стоящее в фигурных скобках, отрицательно. Из формулы 35 сразу получаем y к 0 s плюс 1 меньше равно y к 0 s плюс tau φ к 0 s. Но это только полдела, потому что у нас Чебышевская норма, она есть оценка модуля. И следовательно, для того, чтобы получить Чебышевскую норму, нам нужно иметь двухстороннюю оценку. Мы теперь рассматриваем узел L0, в котором наша функция y n s 1 достигает минимального значения. И точно так же доказываем, что в этом узле выражение в фигурных скобках будет меньше равно 0, а следовательно, y l 0 s плюс 1 больше равен y l 0 s плюс tau φ l 0 s. И вот теперь из полученной на предыдущем слайде оценки, вот этой оценки 41, мы получаем вот такую цепочку. y l 0 s плюс tau φ l 0 s меньше равно y l 0 s плюс 1. Это минимальное значение, значит, оно меньше равно, чем y n s плюс 1, а y n s плюс 1 меньше равно y k 0 s плюс 1, потому что это минимальное значение, максимальное, простите, значение. А это максимальное значение, как было доказано, меньше равно, чем y k 0 s плюс tau φ k 0 s. То есть мы получили вот такую вот двухстороннюю оценку для y n s плюс 1. Дальше надо взять просто модуль и взять максимум модуля. И мы получаем вот такую оценку, которую, собственно говоря, мы и хотим получить. Норма y s плюс 1 меньше равна норме y s плюс tau на норме и φ. Две эти нормы берутся, соответственно, на слой s плюс 1 s, а это норма Чебышевская, которая берется по узлам s и n. Значит, посмотрев на эту оценку 44, мы можем сказать, что наша неявная схема является всегда устойчивой. То есть она является, безусловно, устойчивой, потому что вот оценка 44 – это есть та самая оценка, которая была заявлена в нашей теоремке. Помните, в теоремке c1 может быть равно 0. Вот как раз при c1, равном 0, мы получаем оценку 44. А это достаточно условия устойчивости. Значит, мы с вами доказали абсолютную устойчивость явной схемы, неявной схемы. Теперь давайте рассмотрим явную схему и покажем, что она условно устойчива. Неявная схема безусловно устойчива. А вот давайте посмотрим явную схему. Ну, явную схему мы с вами запишем вот каким образом. y n s плюс 1, а дальше так вот все скомбинируем. Ну, введем вот гамма. Гамма у нас была, тау деленная на h квадрат. 1 минус 2 гамма y n s плюс гамма y n плюс 1 s плюс гамма y n минус 1 s плюс тау фи n s. И вот теперь крайне важно. Мы рассматриваем явную схему и кладем тау меньше, чем 1 деленная на 2. То есть гамма меньше, чем 1 вторая. Тогда сразу получается, что 1 минус 2 гамма получается строго больше 0. Значит, вот эта скобка строго больше 0. Но поскольку она строго больше 0, можно все оценить по модулю. И мы получаем модуль y n s плюс 1 меньше, равен 1 минус 2 гамма. Модуль y n s плюс гамма модуль y n плюс 1 s плюс гамма модуль y n минус 1 s плюс тау модуль фи n s. Ну, а дальше что надо сделать? Вот надо вот эти модули на слое s замажорировать сверху через норму на слое s. И тогда эта норма выйдет за скобку, а в скобке останется единица минус 2 гамма плюс гамма плюс гамма. А вот тау на фи n s по модулю замажорировать через тау на норму фи по n s. В результате мы получаем, что вот эта норма, ну, уже к норме можно перейти. Просто в 46 надо взять максимум левой части. Мы получим норма y s плюс 1 меньше равна, чем норма y s плюс тау на фи. То есть мы получили для явной схемы точно такое же, в общем, неравенство, которое получили для неявной схемы, но с одним существенным замечанием. Если для неявной схемы оно выполнялось при любом гамма, то для явной схемы оно выполняется только при условии, что гамма строго меньше 1 вторая, и тогда вот единица минус 2 гамма будет больше нуля. Если это не так, то все эти рассуждения наши не проходят. Таким образом, мы видим, что наша явная схема является условно устойчивой. Ну, вот давайте рассмотрим ошибку явной схемы. Пусть ошибка на слое явной схемы дельта y n s равняется минус 1 в степени n ε ε больше нуля. Вы можете сказать, ну, зачем нам такая вычурная ошибка? Но дело в том, что если схема расходится при каком-то определенном виде ошибки, значит, ажа уже не работает, она уже неустойчива. Вот давайте рассмотрим такую ошибку, когда у нас она, знак ее зависит от номера узла n. И тогда, если мы распишем d y n s плюс 1, ну, вот по тому соотношению, которое было получено на предыдущем слайде, мы получим 1 минус 2 гаммы дельта y n s плюс гамма дельта y n плюс 1 s плюс гамма дельта y n минус 1 s равняется. Дальше мы делаем следующее. Дальше мы выносим минус 1 в степени n за скобку, и поскольку здесь индекс n плюс 1, значит, будет минус 1 в степени n плюс 1, вот минус 1 в степени n вынесли, и минусик остался. И аналогично вот здесь останется минус. В результате мы получаем вот такое выражение. Если мы вынесем еще один минус и получим минус 1 в степени n плюс 1, то это минус 1 в степени n плюс 1 будет умножаться на 4 гамма минус 1 эпсилон. И вот если гамма опять-таки больше 1 второй, то есть не меньше уже, а больше 1 второй, то тогда модуль дельта y n s плюс k будет равно 4 гамма минус 1 в степени k эпсилон. А поскольку при гамма большем, чем 1 вторая, 4 гамма минус 1 строго больше единицы, то получается, что вот эта ошибка начинает с ростом s неограниченно возрастать. И самое интересное то, что при уменьшении шага сетки, ну, кажется, вот надо уменьшить шаг сетки, а ошибка уменьшится. Этого нет, потому что когда мы уменьшаем шаг сетки по тау, у нас увеличивается количество шагов по тау, и, естественно, ошибка только нарастает. Причем нарастает довольно быстро, как 4 гамма минус 1 в степени k. Отсюда можно сделать такие выводы. Чистая неявная схема является безусловно устойчивой, доказано. Явная схема является условно устойчивой при выполнении условия гамма меньше 1 вторая, или тау меньше h квадрат пополам, условия курента. Но вот это условие курента, оно в свое время рассматривалось как приговор для явных схем. Потому что если вы хотите уменьшить шаг по координате в 10 раз, то шаг по времени надо уменьшать 100 раз. Если вы хотите шаг по координате уменьшить 100 раз, то шаг по времени надо уменьшить в 10 тысяч раз. А почему неудобно брать малый шаг по времени? Как вы думаете, с чем это связано? Обычно я на такой экзамен сдаю вопрос. Почему плохая явная схема? Чем плохая явная схема? Все сразу говорят, она условно устойчивая. Он пишет вот условия курента. Я говорю, ну и что, давайте будем его выполнять. Чего такого плохого? Есть же более эффективный схема с таким же шагом, который гораздо более точкой результат. Ну а чем плохо-то? Он слишком маленький шаг. Да, слишком маленький шаг. Как я говорю, схема начинает семениться, как японка в кимоно, и шагать будет долго-долго-долго. Но в настоящее время явные схемы претерпевают второе рождение. С чем это связано, как вы думаете? Ричардсон. Ричардсон? С чем? Ричардсон. О, нет, ну это Дима, Дима, это понятно. Там все помешанное Ричардсон. Нет, я понимаю, Ричардсон к этому никакого отношения не имеет. Нет, это связано с другим. Это связано с тем, что явные схемы очень просто распараллеливаются. Это связано с нашими компьютерами Чебышев, Ломоносов-1 и Ломоносов-2. Потому что они подразумевают технику параллельных вычислений. Неявные схемы довольно сложные распараллеливаются, но об этом я еще пару слов вам скажу. Ну, собственно говоря, вот такие, в общем-то, простые вещи, их надо, конечно, обязательно знать. Теперь мы переходим к методу прогонки. Вот мы записали трехточечные уравнения. АНН-1, минус СНН, плюс БНН-1, равняется минус ФН, Н равняется 1, 2 и так далее, Н-1. Значит, я хочу обратить внимание, я уже все время вам уж проезжал, что все обозначения, которые здесь введены, они не просто так введены, они имеют очень большой смысл. То есть вы пойдете на второй поток, то там, как я с этим не бьюсь, написано АН, БН, СН. Это, вообще-то говоря, нехорошо. Почему надо писать АН и БН по краям, а СН внутри? Потому что АН и БН будут коэффициентами при старшей производной, если мы вот такую трехточечную схему сведем к дифференциальному разношенному уравнению второго порядка. В зависимости от того, какая там у вас будет правая и левая производная, коэффициентом при второй производной, как вы сводить будете, коэффициентом при второй производной будет АН или БН. Поэтому вполне понятно, что мы рассматриваем в случае АН не равно нулю и БН не равно нулю. Почему? Потому что если АН или БН равно нулю, тоже вопрос из экзамена, у вас соответствующее дифференциальное уравнение второго порядка становится вырастенным со всеми неприятными вытекающими последствиями. А что касается СН, то это те элементы матрицы вот этой трехдиагональной системы, трехдиагональной матрицы, которые стоят на главной диагонали. Ну и они, в общем-то, обеспечат, как говорят, об условенности соответствующей матрицы. Граничные условия мы написали в общем виде. Игрек 0 равняется кап 1, Игрек 1 плюс мю 1, Игрек N равняется капа 2, Игрек N минус 1 плюс мю 2. В этих условиях, можно сказать, замечательных условиях, находятся условия первого рода, второго рода, третьего рода. Вот они написаны в таком общем виде. Значит, когда я много раз, я уже, по-моему, тоже вам говорил, поступил в 63-м году на физический факультет, то, значит, нам говорили тогда не очень понятную фразу, как и вы счастливы, наконец-то, рассекреть лимит прогонки. Вот теперь метод прогонки, который был до 63-го года засекреченным, мы можем с вами спокойно изучать. Значит, ну он применялся во всяких спецделах, поэтому, естественно, он и был засекречен. Обычно, когда спрашивают студенту, зачем нужен метод прогонки, они начинают говорить, это метод решения систем с трехдиагональной матрицы, которые возникают, когда мы аппроксимируем дифференциальные уравнения с разностными уравнениями, это не совсем правильно. Метод прогонки – это просто метод обращения трехдиагональной матрицы. Откуда она к вам пришла? Из дифференциальных уравнений, из интегральных уравнений, из итерационного процесса, это, в общем, совершенно безразлично. Метод прогонки есть метод прогонки, и он обращает трехдиагональную матрицу. Значит, как он работает? Он работает вот каким образом. Это очень оригинальный метод. Будем искать решение в виде yn равняется альфа n плюс 1, yn плюс 1, плюс бета n плюс 1. Видите, вот это аналогично. Положите n, равное 0, тогда альфа 1 будет равно капа 1, а бета 1 будет равно мю 1. Ну, а дальше дело идет следующим образом. Значит, вот у нас здесь стоит, как всегда, рекурсивные процедуры. Значит, из 52-й формулы мы можем написать, чем равно yn минус 1, это альфа n, yn плюс бета n, а yn мы вот отсюда возьмем. В результате у нас получается такое выражение. Альфа n, альфа n плюс 1, yn плюс 1, плюс альфа n, бета n плюс 1, плюс бета n. И теперь, суммируя формулы 50, 52, 53, мы получаем с вами вот какое выражение. Вот такая вот скобка, альфа n плюс 1, умноженная на скобку альфа n, а n минус cn, плюс бета n, а n минус cn, плюс бета n, а n плюс fn, равно 0. Вот для того, чтобы выполнялось соотношение 54, мы потребуем, чтобы вот первая большая скобка перед yn плюс 1, и вот эта вторая большая скобка, обе обратились в 0. И в результате мы сразу с вами придем к прогоночным формулам. Вот давайте мы сейчас их посмотрим. Вообще вам объясняли прогонку, наверное, нет? Вот, ну вот мы получили прогоночные формулы, которые определяют прямой ход прогонки. Значит, альфа n плюс 1, здесь bn на cn минус альфа n, а1, и бета n плюс 1 равняется а n, бета n плюс fn на cn минус альфа n, а1. И для того, чтобы осуществить прямой ход прогонки, нам нужно с вами найти начальное значение. Ну, это правая прогонка, мы гоним направо, слева направо, значит, ну, как я уже говорил, альфа 1 равняется капа 1, бета 1 равняется мю 1, если положить n равно 0 и сравнить с левым граничным условием. А вот если положить n равняется n большой минус 1 и сравнить с правым граничным условием, мы получим значение альфа n большое, равное мю 2 плюс бета n капа 2, деленное на единицу минус альфа n капа 2. Ну, обратный ход заключается в том, что вы по формуле yn равное альфа n плюс 1, yn плюс 1, плюс бета n плюс 1, вычисляете все значения уже справа налево. Итак, вот это вот прямой ход, вот это значение для прямого хода, вот это обратный ход, вот это значение, чтобы осуществить обратный ход. Вообще говоря, метод прогонки – это вариант метода исключения Гаусса, который ориентирован на трехдиагональные матрицы. Метод Гаусса тоже состоит из прямого и обратного хода, если его так аккуратно написать. Ну, вот вам такой вопрос, я люблю его задавать на экзамене. Значит, вот у нас есть матрица, полностью заполненная. Вот, допустим, мы теперь сделали прямой ход метода Гаусса. Какую на выходе мы получим матрицу? Кто может сказать? Ну, мы получим вот или такую треугольную, или такую треугольную, так называемой Гессенберговой матрицей. Вот это прямой ход метода исключения Гаусса. А если у нас трехдиагональная матрица, что нам даст прямой ход? Вот здесь три диагонали, а здесь нули. Прямой ход, но в зависимости от того, в каком направлении ведется прогонка, вам даст двухдиагональную матрицу. Или вот такую, ну или вот эта диагональ будет не над диагональю, а под диагональю. Таким образом, вот отсюда просто сразу видно, что метод прогонки является вариантом метода исключения Гаусса. Значит, естественно, когда вы посмотрели на формулы прогонки, у вас может возникнуть вопрос. Наши замечательные физические турбулентности. У вас может возникнуть вопрос, и, наверное, он у вас возник, но вы, люди, очень тактично его не оглашаете. А почему вот эти знаменатели отличны от нуля? На нуль-то, как известно, делить нельзя. Вот. Естественно, встает вопрос об условиях устойчивости прогонки. Вот я приведу сейчас самые распространенные условия устойчивости прогонки, но обращаю внимание на то, что эти условия являются достаточными. То есть они гарантируют устойчивость, но если прогонка устойчива, они обязательно не могут выполняться. Понятно, да? То есть это достаточные условия. Условия вот такие. Значит, модуль cn больше равен, чем модуль an плюс bn. Это значит, элемент на главной диагонали по модулю больше равен, чем сумма модулей элементов на этой строке, на поддиагонали и наддиагонали. Понятно, да? И кроме того, вот еще условия. Капа альфа по модулю меньше равно единичке. Альфа равно 1, 2 альфа. Это коэффициент альфа 1, а вернее, капа 1, капа 2. Это коэффициенты, которые входят в граничные условия. Где модуль капа 1 плюс капа 2 строго меньше 2. И число арифметических операций прогонки, в этом-то ее основное преимущество, есть O большой от n. Вот на этом O большом от n основаны все экономичные разностные методы. Об этом поговорим чуть позже. А пока давайте покажем вот какую вещь. Ну, то, что знаменателем 0 не обращается. Покажем, что модуль, что из 59, вот из этих условий, достаточных условий прогонки, вытекает, что модули всех альфа и тых меньше равны единичке. Ну, это коэффициенты прямого хода прогонки. Значит, доказываем по индукции. Значит, если наименьшее значение альфа 1 по модулю, оно равно капа 1. И по достаточным условиям прогонки капа 1 по модулю меньше равно единице. Теперь делаем индукционный переход. Докажем, что из того, что модуль альфа и т меньше равен единице, будет следовать, что модуль альфа и плюс 1 меньше равен единице. Это, в общем, достаточно просто осуществляется. Если мы возьмем формулу 59 и распишем ее вот так. Модуль c и т минус альфа и т на а и т минус модуль b и т. Ра, явно это будет больше равно, но модуль разности он больше равен, чем разность модулей. Чем модуль c и т минус модуль альфа и т на модуль а и т минус модуль b и т. Ну, а дальше учитывая вот это, диагональное преобладание. Вот оценивая через а модуль а и модуль b. В конце концов, счет через а, получаем, что это больше равно, чем модуль а и т, единица минус модуль альфа и т. И это будет больше равно 0, потому что, по нашему предположению, модуль альфа и т меньше равно 1. Значит, b и т не равно 0. Это из доставших условий устойчивости прогонки. И отсюда будет сразу следовать, что получается, что модуль c и т минус альфа и т, а и т больше равен, чем модуль b и т. потому что вот это больше равно нуля, а поскольку b и это не равно нулю, то получается, что модуль c и это минус альфа и это всегда строго больше нуля. Значит, вот тот коэффициент, который вот здесь сидит, у нас никогда не будет обращаться в ноль. Ну, отсюда получаем, что модуль c и это минус альфа и это больше равно модуле b и это, это мы уже получили и получаем то, что вот альфа и плюс первое по модулю будет равно модуль b и это деленное на модуль c и это минус альфа и это а и это, и это будет меньше равно единице, а вот этот модуль не обращается в ноль. Ну, вот эти доказательства все очень легкие, но дело в том, что к ним надо, что называется, привыкнуть и набить руку, потому что вы к ним совершенно не привыкли к таким доказательствам. Дальше мы покажем с вами еще вот что, что если модуль альфа и это вот начиная с какого-то и этого строго меньше единицы, то модули всех альфа и плюс первое, альфа и плюс второе и так далее, всех альфа и это, начиная вот с того, у которого альфа и это по модулю меньше единицы, будут меньше единицы. Ну, вот давайте смотреть, если модуль альфа и это меньше единицы, то поскольку а и это не равно нулю, и имеет место формула 59а, сейчас вы ее просто вспомните, мы получаем, что c и это минус альфа и это а и это по модулю строго больше b и это, и следовательно, модуль альфа и плюс один будет строго меньше единицы. Это то, что у нас было там, там вот это делилось на это и давало модуль альфа и плюс один. Теперь, после того, как мы разобрались со знаменателями и еще дополнительную информацию получили, вот она нам сейчас понадобится, давайте разберемся с нашим условием, включающим в знаменатель единицы минус альфа и НКП2. Покажем, что единица минус альфа и НКП2 не равно нулю. Очень такое красивое доказательство. Ну, модуль КП2 по достаточным условиям устойчивости, это либо меньше равно единице, меньше равно или строго меньше единицы. Причем сумма модулей должна быть меньше равна 2. Значит, если модуль КП2 строго меньше единицы, то модуль КП1 меньше равен единице. Отсюда альфа-1 равный КП1 будет меньше равен единице, и подоказаны все последующие альфа, в том числе и альфа-Н, будет меньше равно единице. А коль скоро это так, то единица минус альфа-НКП2 по модулю, больше равная, чем единица минус альфа-Н на модуль КП2. Ну, и учитываем, что альфа-Н меньше равно единице, значит, это будет больше равно, чем единица минус модуль КП2, а модуль КП2 строго меньше единицы, значит, это больше нуля. Ну и B. Если модуль Капа-2 меньше равен 1, тогда модуль Капа-1 строго меньше 1. Отсюда вытекает, что модуль Альфа-1 меньше 1 строго, а раньше он был меньше равен 1. А отсюда, вот по доказанному выше, вытекает, что модуль Альфа-Н строго меньше 1. А следовательно, модуль 1 минус Альфа-Н Капа-2 строго, вернее, больше равен 1 минус модуль Альфа-Н Капа-2 по модулю, больше равен единице минус модуль альфа n строго больше нуля. Но поскольку как раз у нас модуль Капа 2 будет в данном случае меньше равен единице. Ну вот, как видите, такие простенькие цепочки, но воспринимаются они без навыка довольно тяжело. Теперь давайте вот посмотрим вещь такую. Если модуль альфа и т меньше равен единице, то ошибка дельта и плюс 1 равная у с волной плюс 1 минус у и плюс 1 не нарастает. То есть учитывая, что у и т равняется альфа и плюс 1 у и плюс 1 плюс бета и плюс 1, это для точного решения, и у и т с волной равная альфа и плюс 1 у и т плюс 1 с волной плюс бета и плюс 1, то если мы вычтем вот из этого это, мы получим, что дельта и грек 1 равная альфа и плюс 1 на у и плюс 1, а ошибка дельта и и т по модулю равная модуль альфа и плюс 1 на модуль дельта и грек и плюс 1 будет меньше равна модуле дельта и грек и плюс 1, ну поскольку модуль альфа и плюс 1 будет меньше равен единице. Но на самом деле это немножко такая иллюзорная оценка, потому что мы считаем, что возмущаются, например, за счет ошибок округления только сами функции грекиты. За счет ошибок округления, к сожалению, возмущаются коэффициенты альфа и бета, прогоночные коэффициенты. Но если учитывать возмущение прогоночных коэффициентов, то оказывается максимум ошибки дельта, игреки и т по модулю, при меняющемся этой днице включить на d, будет примерно равен как эписон на левой на n в квадрате. Эписон на левой это как раз вот ошибка округления. То есть ошибка округления не нарастает, она определяется квадратом порядки нашего разностного уравнения. Теперь вот по поводу достаточных условий устойчивости. Дело в том, что если вы возьмете, например, уравнение Гельмгольца и запишите для него конечные разности, то там вот диагональное преобладание не будет выполняться, то есть не будет у нас с вами модуль cn больше равно модулю an плюс модуль bn. Вот для того, чтобы из этого положения выходить, вот ваш покорный слуга Вячеслав Иванович Телегин, с которым мы вместе работали, дай бог памяти в каком году, сейчас помню в каком году, по-моему в 73-м или в 74-м, а в 73-м у нас вышла статья, придумали метод, который мы назвали методом немонотонной прогонки. Ну мы сначала его назвали методом волновой прогонки, потом его назвали методом немонотонной прогонки, так он вошел и в учебники. Но ведь он вошел в учебники, более того, оказалось, что мы даже открыли новый класс прогонок, сами об этом, собственно, не подозревая, нам просто нужен был устойчивый метод для решения вполне конкретных физических задач. Вы знаете, что такое пивотирование по строке? Выбор главного элемента, пивотирование по строке. Ну выбор главного элемента, перестановка элементов одной строки, это называется пивотирование. Так вот, оказывается, такая немонотонная прогонка в конечном счете, она эквивалентна методу Гаусса для трехдиагональной матрицы с пивотированием по строке. Но что самое интересное, на результате предложенный метод вошел в мою кандидатскую диссертацию, но для того, чтобы его доказать эффективность, надо было показать вариант, когда обычная прогонка монотонная не проходит, а немонотонная проходит. И вот тут оказалось самое сложное. Хотя все условия вот этого диагонального преобладания не выполнялись, тем не менее вот эта мерзкая монотонная прогонка, она все считала. Потому что это достаточные условия, а не необходимые. В этом их, так сказать, такая вот неприятная вещь. В конце концов мы разозлились и придумали, я придумал для своей диссертации такой пример, когда с первого шага сразу коэффициент знаменателей обращался в ноль. Ну, после этого, естественно, монотонная прогонка вылетала сразу, а немонотонная прогонка считала все очень хорошо. Вот такие бывают дела. О прогонках можно говорить очень долго. Вот, скажем, мы с Вячеславом Ивановичем Телегиным придумали немонотонную прогонку, а Алексей Александрович Быков, наверное, вам хорошо известный профессор Быков, он придумал прогонку с ортогонализацией. Тоже очень эффективный метод прогонки. Есть матричная прогонка, есть циклическая прогонка, есть так называемый потоковый вариант мета прогонки. Прогонок очень и очень много. Одно время они были не менее популярны, работа на прогонке, чем метод Ричардсон. Дело в том, что в какой-то период обязательно находятся какие-то методы, которые являются популярными. Вот Ричардсон все решит. Конечно, он все не решит. Более того, многое, что решает Ричардсон, в конце концов, сведется к другим методам. Потому что, ну вот я когда вам показывал метод моментов, например, он эквивалентен замены ядра интегрального уравнения на выросленное ядро сового типа. Так что, в общем, к этому надо относиться так в каком-то отношении, даже, ну так, с нисходительным юмором. А вот теперь мы с вами переходим действительно к важной, действительно сложной теме, которая называется экономичные разностные схемы. Значит, экономичные разностные схемы – это есть синтез явных и неявных схем. Чем хороша явная схема? Простотой. Число операций при переходе со слоя в слой о большой от N. Кстати, во всех этих прогонках, которые я перечислил, и в нашей, и в Быковской, везде там число операций тоже такое. В этом-то их достоинство. Иначе их надо было вообще выбросить. Чем хороша неявная схема? Она, безусловно, устойчивая. Вот как объединить свойства явных и неявных схем? Итак, экономичные разностные схемы – это схемы, которые объединяют достоинства явных и неявных схем. Вот здесь написано. И являются, безусловно, устойчивыми, как неявные схемы. И требуют при переходе со слоя на слой количество арифметических операций пропорциональны к числу узлов сетки. Вот одно из первых схем такого типа, в которой наиболее ярко была выражена основная идея этих методов. Она заключается в том, что многомерную задачу сводят цепочки одномерных задач. Вот практически все экономичные разностные схемы, они основаны на этой очень интересной идее. Это сведение многомерной задачки в цепочке одномерных задач. Так вот, одной из первых экономичных схем является появившаяся в 1955 году схема письменной Рекфорта. Она называется схема переменных направлений, Alternative Direction Scheme, продовольная поперечная схема. Самое интересное, самое интересное, что в то же время, в том же журнале появилась еще и схема Дугласа, которая, ну мы ее потом посмотрим, которая по существу, по своей идее, в общем-то, не отличалась от схем письменной Рекфорта. Но тот сыграл уже случай. Дело в том, что схема письменной Рекфорта была на более ранних страницах напечатанной, сразу за ней шла схема Дугласа. Ну, поскольку схема письменной Рекфорта вообще-то более красивая, ну как-то вот она стала гораздо более популярной, чем схема Дугласа. Значит, во всяком случае, схему переменных направлений надо знать, тем более ваше домашнее задание ее включает. Для того, чтобы эту схему рассмотреть на практике, как всегда, рассмотрим простенькую задачку. У нас есть уравнение параболического вида двумерное. Значит, оператор ЛУ, и это важно, аддитивно представим, то есть он представим в виде суммы двух операторов, Л1У плюс Л2У. Значит, Л1У – это оператор, включающий производные, скажем, по первому направлению, ну, скажем, по Х, а Л2 – это оператор, включающий производные по второму направлению, скажем, по У. Хотя здесь лучше писать Х1 и Х2. Значит, поскольку у нас двумерная область, область Д с чертой, то мы вводим двумерную сетку как произведение двух одномерных сеток, об этом мы уже с вами говорили, и вводим еще дробные узлы, потому что вот все эти экономичные разностные схемы, они тесно связаны, по сути, являются схемами в дробных шагах. Значит, дробный слой, он обозначается как ТС плюс 1,2, есть ТС плюс 0,5, ТАУ. Ну, вот для того, чтобы не писать вот это С плюс 1,2, давайте условимся, что если мы считаем на дробном слое, то над соответствующей сеточной функцией будем ставить черточку. Значит, вот это на слое УС плюс 1,2, если У будет с крышкой, это на слое С плюс 1, а если просто У, то это на слое С. Это позволяет все записывать очень быстро и очень компактно. Что там будет дальше? А дальше будет вот что. Ну, естественно, мы заменяем дифференциальные операторы конечно-разностными операторами. Кстати, это можно сделать и в одномерном случае, представить в виде вот таких переменных направлений. Как в одномерном случае можно ввести оператор L1, L2? Когда у вас только Х есть один. Как это делается? Как вы считаете? Значит, правильно думаете. Ну, подумайте, как на одномерном случае можно ввести вот такое деление, аддитивное представление. Ну, естественно, рассмотреть четные узлы и нечетные узлы. Вот у вас так все и получится. Это иногда делают. Это даже получается очень хорошая схема. Ну вот, значит, у нас оператор L заменяется оператором лямбда большое. Лямбда большое тоже аддитивно представим в виде суммы операторов лямбда 1 плюс лямбда 2, где лямбда альфа, альфа равно 1, 2, y. Это просто вторая разностная производная по y. Так вот, что делает схема Писнер-Экфорд? Наверное, вы это знаете. Она осуществляет переход со слоя S на слой S плюс 1, 2 в два этапа. Сначала переходим со слоя S на слой S плюс 1, 2, а потом со слоя S плюс 1, 2 на слой S плюс 1. Вот, скажем, первое уравнение будет такое. YS плюс 1, 2 минус YS, деленное на 0,5 Тау. Но поскольку YS плюс 1, 2, там получается полшага по Тау. Писнер-Экфорд 0,5 Тау. Равняется лямбда 1, YS плюс 1, 2 плюс лямбда 2, YS плюс ΦС. Тут я утверждаю, что оператор, или вернее уравнение 63, является неявным по какому направлению? По первому или по второму? Повторяю вопрос. Вот это выражение неявно по какому направлению? По первому или по второму? Кто скажет? Бонус. В 100 очков, в 200 очков, в 300 очков. Никто не знает? Это же очень просто. Смотрите. Вот возьмем лямбда 1, YS плюс 1, 2. У нас мы переходим от S к S плюс 1, 2. Значит, лямбда 1 действует на Y на верхнем слове. Правильно? А лямбда 1 трехточечный оператор. Он в точках N1 минус 1, N1, N1 плюс 1. Значит, явно получается вот такой шаблон буквы Т. А шаблон буквы Т – это шаблон неявной схемы. Три точки вверху, одна точка внизу. Ясно, да? А вот что касается по S, то все будет явно. Потому что YS-то нам известно, известно из предыдущего, скажем, шага. Поэтому выражение лямбда 2, YS нам будет известно. ФС тоже известно. А вот это выражение, когда мы шагаем от слоя S плюс 1, 2, к слою S плюс 1. YS плюс 1 минус YS плюс 1, 2, 0,5 Тау равняется лямбда 1, YS плюс 1, 2 плюс лямбда 2, YS плюс 1 плюс VS. Является неявной по второму направлению, является явной по первому направлению, потому что вот из этого шага уже YS плюс 1, 2 определено, и это известная величина. Ну, нам остается к этой схеме добавить еще начальное значение YX0, равное U0, всюду на замкнутой сетке одномерное омега, двумерное омега А с чертой, ну и добавить еще граничные условия. У нас вообще все просто, потому что граничные условия не зависят от времени. Поэтому YS плюс 1 равняется мю, при N2 равном 0, N2 равном N2. YS плюс 1, 2 равняется мю, при N1 равно 0, и N1 равняется N1. Но это только тогда, когда у вас мю является константой. Если мю у вас будет зависеть от T, то есть тоже оно будет браться на каком-то слое по S, то это условие будет, в общем, довольно хитрое. Ну, я его давать не буду, если кто-то заинтересуется в книжке Самарской, все это есть. Кстати, он там сам пишет, что они долго считали без этого условия, пока их сотрудница даже запомнила ее фамилия Креквина, указала на их ошибку и указала, какое должно быть условие. В общем, оно совершенно естественным образом получается. Ну, вот так бывает, что не сразу сообразишь. Ну, вот то, что там написано вверху, я вам уже рассказал. Вот первое уравнение можно записать так. 2 делить на Тау Y с чертой минус λ1 Y с чертой равняется F большое, где F большое известная величина. 2 на Тау Y плюс λ2Y плюс φ. Y вычислены на предыдущем шаге, φ за одной функцией. И 2 деленное на Тау Y с крышечкой минус λ2 Y с крышечкой равняется F чертой, где Y с крышечкой это уже на слое S плюс 1, а F чертой, естественно, на слое S плюс 1 вторая, это 2 на Тау Y с чертой плюс λ1 Y с чертой плюс φ. Ну, Y с чертой это на слое S плюс 1 вторая, вот на предыдущем шаге мы уже вычислили. Ну, далее вот я не буду эти формулы зачитывать. Это, в общем, запись нашего трехточечного уравнения по каждому направлению. Вот это по первому направлению, вот это по второму направлению. Причем тут такая вот договоренность используется. Пишется только тот индекс по n, который меняется. Вот, например, первое направление три точки включает, то есть n1 минус 1, n1, n1 плюс 1. Ну, вот этот индекс n пишется, а n2 индекс не пишется. А вот, когда мы переходим от слоя S плюс 1 вторая к слою S плюс 1, тут уже индекс n1 не меняется, индекс n2 включает три точки, n2 минус 1, n2, n2 плюс 1. То есть он меняется, вот он и пишется. Все время я подчеркиваю, что и при первом варианте, при переходе со слоя S на слоя S плюс 2, одна вторая, и при втором варианте, или втором этапе, переходе со слоя S плюс 1 вторая к слою S плюс 1, мы с вами имеем все время трехточечное уравнение. Ну, а трехточечное уравнение, как мы уже с вами неоднократно говорили, хорошее тем, что они экономично обращаются с помощью метода прогонки. Шло операции о большой от n. Значит, зная это, ну, вот это насчет фиксированного индекса, это понятно, а дальше то, что я вот вам сейчас хочу сказать. Значит, так как каждая прогонка вдоль строки требует о большой от n1 арифметических операций по строке, а число таких строк будет n2, то общее количество операций, когда мы делаем первый шаг, прогонку гоним по строкам, будет о большой от n1 умноженное на n2. А когда мы гоним прогонку по столбцам, тогда получается, что каждая прогонка требует операции о большого от n2, а количество таких столбцов будет n1. И снова получается о большой от n1 умноженное на n2. Значит, общее число операций это будет о1, n1, n2 плюс о1, n1, n2. Ну, вам объясняли в курсе матанализа свойства этого символа, сумма этих двух о больших есть о большой от n1 плюс n2. Значит, поскольку по схеме переменных направлений число арифметических операций есть о от n1, n2, то есть пропорциональное число узлов сетки, то на каждый узел сетки приходится число операций, не зависящее число узлов. Это первое. А дальше вот то, что я вам, к сожалению, не буду доказывать, это довольно долгая штука. Можно доказать, что схемы переменных направлений безусловно устойчивы. И таким образом мы имеем схему, которая требует при переходе со слоя на слой число арифметических операций, равных числу узлов сетки, это первое. А во-вторых, она является безусловно устойчивой. Значит, такая схема является экономичной. Вот схема Писмар-Экварта, пример экономичной разностной схемы. Чтобы доказать ее устойчивости, надо исключить промежуточный слой С плюс одна вторая, ну и потом использовать теоремы, которые есть в общей теории устойчивости разностной схемы. Но многомерная схема, вот здесь фраза идет, многомерная схема можно построить, вводя понятие суммарной аппроксимации, суммарной аппроксимации. Так мы подходим к локально-одномерным схемам, так называемым ЛОС. Это очень мощный тип схем, но для того, чтобы объяснить, почему они нужны, я хочу задать вопрос, а можно ли прогонку применить в трехмерном... Вернее, не прогонку, а схемы... Прогонку-то можно. Схему переменных направлений применить в трехмерном случае. Ну, формально это можно сделать. Для этого надо шаг поделить на три дольки. Значит, у нас будет тау на 3 уже, да? И мы будем переходить от S до S плюс 1 треть, от S плюс 1 треть до S плюс 2 трети, от S плюс 2 трети до S плюс 1, правильно? И формально запишем вот такую схему. Вот она написана. Первое уравнение схемы является неявным по первому направлению. Вот здесь и здесь, видите. Второе неявное по второму направлению. Вот и вот. И третье неявное по третьему. Вот s плюс 1, s плюс 1. Но надо еще добавить начальные граничные условия. Замечательно красивая схема. Имеет один недостаток. Она не будет работать. Вопрос, почему? Почему она работает в двумерном случае и не работает в трехмерном случае? Хороший вопрос, на экзамене всегда задается. Это связано вот с каким обстоятельством. Неявная схема безусловно устойчива. То есть когда мы считаем по неявной схеме, ошибка не накапливается. Явная схема условно устойчива. Если у нас шаг там немножко изменен, то она будет накапливать ошибку. Правильно? Вот теперь смотрите, что получается здесь. Первый шаг от s до s плюс 1 треть. Вот неявная схема, ошибка отрабатывается, то есть уменьшается. Вот две явные схемы, ошибка накручивается, увеличивается. Вот второй шаг. Одна неявная схема, ошибка отрабатывается. И две явные схемы, ошибка увеличивается. Ну и третий шаг. Вот одна неявная схема, ошибка уменьшается, и две явные схемы, ошибка увеличивается. То есть в этом случае количество явных и неявных схем, явных и неявных элементов, вернее, является несбалансированным. Вот если вы возьмете схему переменных направлений, там все как раз очень четко. Именно потому, что она схемка двумерная. Вот она схема переменных направлений. Видите, первая неявная по первому направлению, вторая явная по первому направлению. И наоборот. Первая явная по второму направлению, вторая, значит, неявная по второму направлению. Отработалась ошибка, появилась ошибка, появилась, тот же отработалась, появилась То, что явное направление становится неявным на следующем шаге и так далее А вот когда у вас трехмерная задачка, видите, у нас одно неявное и два явных И два явных забивают неявное, то есть неявное не успевает отработать ошибку Вот на качественном уровне как можно объяснить, почему схема переменных направлений устойчива Скажем, к ошибкам округления, а вот в двумерном случае, а в трехмерном случае она неустойчива Будет не работать Можно, конечно, это, ну вот это качественно, все это написано, о чем я вам говорил, это я вам рассказал И теперь давайте перейдем к такому, ну очень такому современному уже, относительно современному направлению Это вот локально-одномерные схемы Локально-одномерные схемы, так называемые ЛОС, они основаны на понятии суммарной аппроксимации Значит, вот речь идет о общем методе построения экономических разностных схем Он пригоден, это метод ЛОС, он пригоден для уравнения с переменными, даже с разрывными коэффициентами Для квазилинейных неустационарных уравнений в случае произвольной области любого числа измерений Ну вот мы видели, что схема Писмена-Рекфорта уже в трехмерной области не работает Вот такие схемы будут работать в области любого числа измерений Но для того, чтобы прийти к этим схемам ЛОС, надо было отказаться от понятия аппроксимации И ввести понятие суммарной аппроксимации Локально-одномерные схемы это довольно хитрые схемы В этих схемах каждая схема не аппроксимирует уравнение А вот в сумме эти все схемы уравнение аппроксимирует и дает хороший порядок аппроксимации Но главное, что нужно иметь для построения ЛОС Это, ну, что значит построить ЛОС? Это построить цепочку одномерных задач Это прежде всего такое аддитивное представление вашего оператора То есть он должен состоять из суммы П-операторов Л1, Л2 и так далее, ЛП Значит, какие основные схемы имеют локально-одномерные, черты имеют локально-одномерные схемы? Ну, переход от слоя С на слой С плюс 1 Осуществляется при помощи обычных однослойных, трехслойных и так далее, разностных схем А вот погрешность аппроксимации аддитивной схемы, это я уже вам говорил Определяется как сумма невязок для всех промежуточных схем Поэтому аддитивная схема обладает суммарной аппроксимацией А каждая из промежуточных схем цепочки может исходную задачу и не аппроксимировать Дальше пойдет такая довольно хитрая теория Чтобы вам было немножко проще на это все смотреть Я вам просто покажу, как сделать в трехмерном случае устойчивую схему Не применяя схему переменных направлений Вот в схеме переменных направлений что мы писали для трехмерного случая? Здесь у нас стояла одна треть Тау А здесь стояла еще L2YS плюс L3YS Здесь уже операторы L2 в первом уравнении отсутствуют Вместо одной трети Тау стоит просто Тау Второе уравнение написано по типу уравнений первого Третье тоже по типу уравнений первого И все эти три уравнения являются неявными по первому, второму и третьему направлениям А вот теперь обратите внимание на то, что вот эти сововодные члены записаны как 1 треть φ, 1 треть φ плюс 1 треть φ Можно и по-другому написать главное, чтобы в сумме они давали ту правую часть, которая входит в исходное уравнение Ясно, но там надо добавить начальные граничные условия Вот если мы рассмотрим аппроксимацию нашего исходного уравнения с помощью каждой из этих схем То аппроксимации не будет Ну хотя бы потому, что в исходное уравнение входят операторы не только по первому направлению, но по второму, а по третьему А скажем, тут первое уравнение схемы операторы по второму и третьему уравнению не входят В этом их отличие от схемы письменной Рекфорта Там каждое уравнение аппроксимирует исходную задачу А здесь каждое уравнение не аппроксимирует А вот если мы их теперь сложим, то получим следующее Вот это все сократится И будет ys плюс 1 минус ys на tau Равняется λ1 ys плюс 1 треть плюс λ2 ys плюс 2 трети плюс λ3 ys плюс 1 и плюс fs Вот эти три сложатся дадут нам fs И это будет, в общем, аппроксимация исходной задачи Это, чтобы вам совсем не грустить А сейчас вы загрустите Потому что теперь то же самое, что я вам рассказал на таком простом человеческом языке А полученная схема суммарно аппроксимирует исходную схему С порядком у большой tau плюс норма h квадрат Я вам уже говорил, что норма h это h1 квадрат плюс h2 квадрат плюс h3 квадрат То есть эвклидовую норму А вот теперь начинается уже формализм Вот встроение цепочки одномерных задач Пусть рассматривается начальная краевая задача dу по dt равняется lu плюс f x уже п-мерная точка Она принадлежит п-мерной области g t принадлежит полуотрезку 0 Не включая t, включая g с чертой Это объединение g и гамма границы ux0 это у 0 от x Начальное значение Всюду на g с чертой uxt равно 0, если x принадлежит гамму большому То есть на границе При всех t из отрезка 0, t большое То вот это уравнение схемы Пока еще никаких разностей у нас нет Мы запишем вот в следующем виде Мы вот это уравнение запишем как сумма вот таких операторов α от 1 до p, pαу равно 0 А pαу это единица на pdu по dt минус lαu минус fα А вот что касается fα Ну это функции, вообще говоря, произвольные Которые обладают той же гладкостью, что и функции f от xt Ну и удовлетворяют условия нормировки То заключается в том, что сумма всех этих функций должна давать функцию f Ну ясно, что если мы сложим вот все эти уравнения То поскольку p будет умножаться на единицу на pdu по dt То будет просто du по dt А дальше будет минус l1u, минус l2u и так далее Минус lpu А сумма вот этих fα дает f То есть в сумме мы получим как раз схему Которую будет аппроксимировать исходную задачу Хитрость тут заключается Пока еще никаких разностных нет Хитрость просто заключается в том, что все относится к разным временным словам Теперь вводим равномерную сетку Вот дальше вы получите большое удовольствие Итак, вводим равномерную сетку омега тау с чертой Тауэ сравняется с тау И вводим вот какие точки Значит, точки Да, разобьем интервал на p частей Введя полуинтервалы Полуинтервалы дельта альфа Сейчас я напишу какие Ну и соответствующие точки Вот точки тоже будут хитрые Вот тут уже начинаются хитрости Значит, что такое полуинтервал дельта альфа? Это t строго больше, чем t s плюс альфа минус 1p и меньше равно s плюс альфа p А t s плюс альфа делить на p это t s плюс альфа тау делить на p И так при всех альфа равных 1, 2 и так далее p минус 1 И вот дальше мы будем последовательно решать наше уравнение при дополнительных условиях вот таким вот образом Довольно хитрым Значит, p альфа v альфа x равно нулю x это померная точка t принадлежит полуинтервалу дельта альфа Число таких полуинтервалов p, то есть альфа равняется 1, 2p И вот такие условия сопряжения Первое условие сопряжения Это сопряжение начального интервала с начальным значением То есть v1x0 равняется у 0x А затем сопрягаются последовательные интервалы То есть наибольшее значение в предыдущем интервале равно наименьшему значению в последующем Это приводит к тому, что v альфа x t s плюс альфа минус 1 на p Равняется v альфа минус 1 x t s плюс альфа минус 1 на p Альфа равняется 2, 3 и так далее В конце концов мы придем к значению v при t равном t s плюс 1 Ну вот это значение будет равно vp Последнему нашему элементу цепочки x t s плюс 1 Ну вот так можно построить эту цепочку одномерных задач Которые образуют локально одномерную схему Я уж не стал вас мучить, потому что это первая цепочка Можно вторую цепочку построить Обычно ими и ограничиваются Так вот я хочу сказать, что пока еще никакой разностной схемы нет Обычно вот студенты начинают выписывать все эти цепочки Говорят об аппроксимации, еще нет никакой аппроксимации, потому что нет конечных разностей А вот когда мы каждое из уравнений p альфа v альфа равно нулю Ну или в нашем написании p альфа v альфа равно нулю Это единица на p малый, dv альфа по dt равняется l альфа v альфа плюс f альфа При всех альфа равных 1, 2p Так вот если каждое уравнение p альфа v альфа вот такое вот Мы заменим разностной схемой Ну я назову так, p большую альфа y альфа равняется нулю При альфа равном 1p, 1 и так далее p А p альфа это разностные операторы, которые аппроксимируют наши операторы p альфа Ну в простейшем случае это двухслойная схема, которая связывает значение y альфа ys плюс альфа p, y альфа минус 1, ys плюс альфа минус 1p В простейшем случае Значит таким образом мы вот тут уже перешли с вами к разностным операторам Значит возникла естественно погрешность аппроксимации Так? Вот Ну и вот та схема, которую собственно я вам и показал Я это даю вам все очень кратко Потому что вообще-то говоря все это нужно рассказывать очень долго на самом деле Потому что там есть два типа ошибок Первый тип ошибок это когда мы заменяем дифференциальный оператор конечно разностным А вторая ошибка это когда мы вот все эти ys плюс 1, ys плюс 2, 3, ys плюс 1 Сводим к значению на одном слое, на конечном слое Там тоже возникает вся ошибка Ну я не буду вас очень этим, как говорится, грузить А просто покажу, что известные схемы, это вот к вопросу о Ричардсоне Могут быть рассмотрены как аддитивные схемы Ну скажем схема письмена Рекфорта Ту, которую мы с вами только что изучали Она эквивалентна локально-одномерной схеме вот такого типа Вот она здесь написана ys плюс 1 четверть минус ys на Тау 0,5 лямбда 2 ys плюс 0,5 φs ys плюс 1,2 минус ys плюс 1,4 на Тау 0,5 лямбда 1 ys плюс 1,2 ys плюс 3,4 минус ys плюс 1,2 на Тау 0,5 лямбда 1 ys плюс 1,2 ys плюс 1 минус ys плюс 3,4 на Тау Это 0,5 лямбда 2 ys плюс 1 плюс 0,5 φs Вот эта схема, ну как мы можем доказать Но не будем на это тратить время Обладает локальной аппроксимацией Суммарной, простите, локально-одномерной схемой Обладает суммарной аппроксимацией У большое от Тау квадрат, модуль h квадрат А вот схема Дугласа Рекфорта, о которой я вам говорил Которая была напечатана в том же Mathematical Masley журнале Но со следующей страницы, когда кончалась Схема письменной Рекфорта Ну там еще схема Дугласа была написана Чуть-чуть отличалась от этой схемы Вот она такая довольно замечательная Схема тоже, это тоже схема, которая Переменное направление включает И обладает суммарной аппроксимацией У большой от Тау плюс Норма h квадрат Вот после того, как мы с вами разобрали Экономичные разностные схемы У нас же два занятия пропадают Второго и девятого Я так возрадовался, что второго не будет рабочий день Но оказывается, это будет нерабочий день Это тоже, конечно, хорошо, но два занятия вылетают Мы переходим к консервативно-однородным разностным схемам ОРС Ну, определение довольно простое Под однородными разностными схемами ОРС Понимаются такие схемы, вид которых не зависит Ни от конкретной задачи данного класса Ни от выбора разностной сетки А что самое главное Что коэффициенты однородной разностной схемы Определяются как функционалы Они называются шаблонными функционалами От коэффициентов дифференциальных уравнений Поэтому, если вас просят, что такое шаблонный функционал Смело говорить, это функционал Через который определяются коэффициенты разностной схемы Через коэффициенты дифференциальных уравнений Ну, очень распространены схемы Однородной разности и схемы ОРС Сквозного или непрерывного счета Что значит сквозного счета? Ну, значит, если у вас есть какие-то разрывы Если эта схема не является схемой сквозного или непрерывного счета Этот разрыв надо отметить Условия сопряжения поставить и так далее, и так далее А схема сквозного счета или непрерывного счета Она как танк через окопы идет Абсолютно не реагирование на какие вот эти окопы Очень удобные схемы Это вот под однородными разностными схемами Что понимается А вот схемы, выражающие на сетке законы сохранения Называются консервативными или дивергентными схемой А схемы, нарушающие законы сохранения Называются неконсервативными или дисбалансными Ну, на самом деле, раньше на всяких конференциях говорили Является ли ваша схема консервативной Ну, сейчас считается задать такой вопрос дурной тон Потому что с неконсервативной схемой вообще никто на конференцию не придет Там все схемы консервативные Так вот, встает вопрос А как построить консервативные схемы? Вот тут, между прочим Как у Киплинга запад есть запад В востоке есть восток И с места они не сойдут И так далее Там насчет божьего суда Вот Произошло такое вот разделение Значит, у нас, то есть на востоке Значит, вот был предложен интегроинтернационный метод Метод баланса построения консервативных схем Мы его сейчас посмотрим А так сказать, на Западе Был предложен метод конечных элементов МКЭ, который, в общем, сейчас очень и очень популярен Ну, и тот и другой метод популярен Но я бы сказал, что все-таки метод конечных элементов более популярен Это понятно почему Ну, вы знаете, почему наши фильмы менее популярны, чем американские Потому что реклама у них поставлена гораздо лучше, чем У нас, вот Дима хорошо ставит Ричардсон рекламу Но это, в общем, такая локальная реклама Ну вот, это, конечно, все шутки Теперь давайте посмотрим на очень простом примере Как строить интегроинтернационный метод Или методом баланса Консервативную разностную схему Вот давайте посмотрим Такое уравнение К от ху штрих от ху это штрих Минус ко от ху от х равняется минус f от х Где к от х и ко от х могут быть разрывными функциями Вообще, если все функции гладкие То для конечных разностей проблем нет Там, конечно, разностную схему можно поставить Ну, что называется, как вот хотите И всегда она будет неплохой Но если у вас коэффициенты разрывные Тогда надо быть очень и очень аккуратным Ну, уравнение 7, как мы знаем, это стационарность определения тепла в стержне Вот ведем равномерную сетку омега-h И ведем еще промежуточные или потоковые узлы Почему они потоковые? Я вам сейчас скажу Это узлы х и плюс минус 0,5 равные х и т плюс минус 0,5h Значит, вот, между прочим, все современные разностные стенки Характеризуются тем, что вводятся промежуточные узлы Ну, я говорил уже о дробных узлах Это промежуточные узлы по времени А в данном случае вот потоковые узлы Это промежуточные узлы по координате Почему они называются потоковые? Потому что поток мы будем считать в дробных узлах А вот температуру мы будем считать в целых узлах Поэтому узлы делятся на потоковые и целые Значит, записывается закон сохранения, ну, то есть уравнения баланса на отрезке x и минус 0,5, x и плюс 0,5, поток и минус 0,5 минус поток и плюс 0,5, ну, поток с минусом, поэтому здесь вот из этого вычитается это, за счет вот этого вот минуса. Равняется минус интеграл от x минус 0,5 до x плюс 0,5, qx у x dx, плюс интеграл от x минус 0,5 до x плюс 0,5, fx dx равно 0. Это мы просто написали уравнение баланса для отрезка x и минус 0,5, x и плюс 0,5 и ввели wx минус kx dx, то есть и половой поток, который мы отнесли к дробным узлам. Так, а дальше начинается, ну, наверное, в общем, самое главное, самое интересное. Надо переходить к разностной схеме. Ну, вот мы будем предполагать, что вот на этом отрезочке от x и минус 0,5 до x и плюс 0,5, температура уитая является константой. И тогда вот в интеграле от x и минус 0,5 до x и плюс 0,5, q от x, u от x dx, мы можем эту температуру вынести в точке и, в средней точке этого отрезка, и написать, что соответствующий интеграл здесь h уитая дитая. А дитая – это есть единица на h, интеграл от x и т минус 0,5 до x и т плюс 0,5, q от x dx. Ну, поскольку здесь стоит единица на h, удобно так писать, то здесь добавляется вот это вот h. Ну, вот это и есть как раз пример шаблонного функционала. Вы видите, вот дитая, которая будет в дальнейшем коэффициентом разностной схемы, через вот такой функционал 7,6 выражается через коэффициент дифференциального уравнения. Дальше проинтегрируем равенство. Следующее изопределение потока d u по dx равняется минус w на k, но это равенство мы уже интегрируем на отрезке x и минус 1, x и т, то есть на целочисленных концах, потому что поток у нас относит к дробным точкам, и, следовательно, мы возьмем потом значение потока в середине этого отрезка, и это будет значение в дробной точке. Вот мы получим u, i минус 1 минус u и т, это мы просто интегрируем, равняется интеграл от x, i минус 1 до x и т, w, x, k, x, d, x, ну вот опять i минус 1 минус u и т за счет того, что поток тут с минусом берется, и дальше полагается уже w, равная константе в дробном узле, i минус 0, 5. Тогда получается, что u, i минус 1 минус u и т приближенно равняется w, i минус 0, 5, интеграл от x, i минус 1 до x и т, до x, деленное на k от x. И тут мы получаем еще один шаблонный функционал, который нам даст еще один коэффициент разностной схемы. Ну, как раз мы уложимся. Вот, значит, мы пишем, что приближенно поток w, i минус 0, 5, равен минус a и т, a и т минус a и минус 1 на h, но вот это есть левая разностная производная, она обозначается как ux чертой в точке i, и коэффициент а и т у нас получается вот каким. Вот второй шаблонный функционал. Интеграл, единица на h, интеграл от x минус 1 до x и т, и dx, деленное на k от x, и все это в минус первой степени. Вот, понимаете, если просто сказать, что он будет считаться вот по такому шаблонному функционалу, не объяснить, откуда все это следует, то, конечно, придумать такое вот выражение для коэффициента а и т просто так, что называется, по наинтию вряд ли можно. Ну, а теперь из всех формул, введя еще третий шаблонный функционал, но он совсем простенький, фи это равняется единиц наш, x и минус 0,5 до x и плюс 0,5 f от x до x, мы приходим вот к такому разностному уравнению. Тут у вас могут, что называется, появиться большие сомнения в смысле жизни, поскольку, в общем, это уравнение, ну, вы скажете, это обычное разностное уравнение. А чего тут особенного? Я бы написал это, или я бы написал это просто по наинтию схода. В чем особенность? Особенность, конечно, не в том, что вот уравнение такое получается, а особенность в шаблонных коэффициентах, в шаблонных функционалах. В коэффициенте а1, в коэффициенте d1, оно на предыдущем слайде, в коэффициенте φ и т. Вот эти коэффициенты, ну, во-первых, это и плюс 1, а это а и т, это, в общем-то, понятно, а вот сами коэффициенты, то, что они такие, это, в общем, совсем непонятно. Вот таким образом, естественно, путем интегро-интерполяционным методом получается соответствующее разностное уравнение, это трехточная разностная схема, это очень хорошо, что она трехточная, для обработки экономичной годится метод прогонки, то есть все замечательно. Так было на Востоке. Что было на Западе? На Западе, конечно, это не совсем так, это я шутку говорю, конечно, и они интегро-интерполяционный метод использовали, и мы использовали метод конечных элементов, но, правда, у нас метод конечных элементов в Чечне назывался проекционно-сеточной схемой, или проекционно-сеточный метод. Вот. Я не буду сейчас вам все подробно рассказывать, потому что, ну, 5-4 минуты еще есть, давайте начнем. Вот давайте рассмотрим такую, опять-таки, простую задачу. dpdx, p от x, dupdx плюс q от x уравняется f от x на отрезке от нуля до единицы, u от нуля равно нулю, от единицы равно нулю. А вот дальше идет следующее. Покроем отрезок от нуля до единицы системы интервалов xk минус 1 меньше равно x, меньше равно xk. И для каждого k больше равной у единицы введем функцию wk от x. Она равна нулю, если x принадлежит отрезку от нуля до xk минус 1. w1 с волной от x, если x принадлежит отрезку от xk минус 1 до xk. w2 с волной x, если x принадлежит отрезку xk, xk плюс 1, а нулю, если x принадлежит отрезку от xk плюс 1 до xn. Ну, xn – это единичка, это наш правый конец, а 0 – это наш левый конец. Вот то, что мы с вами построили эти отрезки, это так называемые носители конечных элементов. Ну, в простейшем одномерном случае это просто отрезочки, а многомерных задачах там уже достаточно сложно их носить или строить, но, в общем, строят. Так, это мы, по-моему, приехали, как всегда, не туда. Чего-то меня тянет всегда назад. Да, сейчас мы это дело посмотрим. Вот. Ну, и вот эти функции, вот они стоят в формуле 85, W, первая с волной от x, W, вторая с волной от x, они равны вот каким выражениям. Я даже не буду их зачитывать, потому что это треугольнички. Вот эти треугольнички здесь нарисованы. Вот этот треугольничек – это наиболее популярный одномерный конечный элемент. Это конечный элемент первого порядка. Почему он – конечный элемент первого порядка? Приятно видеть ваше перевоплощение. Хорошие актеры. Почему это элемент первого порядка? Потому что линейные функции стоят. А если, скажем, второго порядка, там будут вот такие вот функции. Я помню, где-то переводил, когда я еще был студентом, мне надо было там писать для реферативного журнала реферат одной статьи. Там, значит, было что? Какое? Cape shape function. Вот я все думал, как это перевести? Cake shape function. Вот, и был страшно доволен, когда где-то увидел, что кто-то перевел функции в виде формочки для кекса. Вот было такое выражение. Вот, значит, вот таким образом мы, по существу, что с вами сделали? Мы с вами сделали замечательную вещь. Мы ввесли систему вот таких вот функций. Так? Это вот функции W, K, T от X. Вот, собственно, это такие функции. Сама эта функция называется конечным элементом. Вот X, K-1, X, K-1, носитель конечного элемента. И она, эта функция, система функций, вернее, обладает очень важными свойствами. Она полна. В том смысле, что любую непрерывную функцию F, T от X с возможными, но не любую, а с возможными взломами в узловых точках X, K, T, и обращающиеся в 0 в концах отрезка 0, 1, можно представить в виде линейной комбинации функции W, K, T от X. А вот в качестве коэффициента будет стоять значение самой функции F от X вот в точках X, K, T. Это первое. А второе? Ну, второе совсем я вам немножко покажу. Оказывается, что эта система обладает некоторым свойством ортогональности. Вот это свойство ортогональности. Интеграл от 0 до 1, W, K, T от X, W, N от X равняется, ну, не просто 0 и 1, а равняется вот такому соотношению. Соотношению 8,7. Поэтому это не соотношение ортогональности, это аналог соотношения ортогональности.